Добрый вечер, дорогие зрители, и добро пожаловать на канал Кляги Маортили. Сегодня в специальном выпуске тема «Испытания СМИ». Получая сообщения об украинско-российском кризисе, всё больше людей теряют веру в достоверность того, о чём сообщают СМИ. Массовые протесты возмущённых граждан достигли редакции ежедневных газет и телевизионных студий. Главный упрёк состоит в том, что освещение событий является односторонним. Девиз Кляги Маортили звучит так – народы имеют право на голос «за» и голос «против». Таким образом, каждый ответственный гражданин может сформировать своё собственное мнение, потому что он может параллельно выслушать обе стороны. Так, наши уважаемые зрители, в этой передаче на основании голосов «за» и «против» мы даём вам обзор событий в Украине, противопоставляя голос СМИ и другой голос – «голос против». Теперь каждый гражданин имеет возможность, основываясь на этом хронологическом сопоставлении, получить представление о достоверности средств массовой информации. Таким образом, мы снова даём возможность народу самостоятельно сформировать своё мнение. Ну а теперь, уважаемые зрители, я даю слово моим коллегам в студии Нюрнберг и Карлсруе. Соглашение об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года. Западные СМИ сообщали нам, что бывший президент Украины Янукович отказался от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Но они не сообщили о том, что Янукович только временно отложил подписание соглашения, потому что считал, что Украина экономически недостаточно зрелая страна для партнёрства с ЕС. Он предвидел экономический коллапс. Если вы хотели бы получить об этом больше информации, я бы порекомендовал вам посмотреть передачи от 25.02.2014 года на канале Кляги Маур Ти Ви. Демонстрация на Майдане в Киеве. Западные СМИ сообщали, что протестующие в основном требовали отставки президента Виктора Януковича, а также досрочных президентских выборов и подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Однако не сообщалось о том, что первые демонстрации фактически были направлены против олигархов страны. Их обвиняли в больших бедствиях страны. Удивительно то, что все олигархи, кроме Януковича, снова были поставлены на должности новым путчийским правительством. Не сообщалось и о том, что 23 января 2014 года тысячи граждан Украины митинговали возле посольства США и в Киеве с лозунгом «США, стоп! США, нам нужен мир!». Они видели, что США являются организатором демонстрации против. Эскалация конфликта с многочисленными жертвами в феврале 2014 года. С западными СМИ сообщалось, что президент Украины Янукович ответственен за массовое убийство на Майдане. Но они умалчивали о том, что наемники, которые, по словам очевидцев, были оплачены США, с большой жестокостью выступали против сил безопасности, а их снайперы стреляли как по демонстрантам, так и по силам безопасности. Снятие Януковича с должности в феврале 2014 года. Согласно западным СМИ, снятие Януковича с поста президента было демократическим актом. Однако они не сказали о том, что свержение Януковича было однозначно криминальным путчем, противоречащим Конституции, так как, согласно параграфу 108 Украинской Конституции, снятие с поста президента возможно лишь в следующих случаях – смерть, уход в отставку, импичмент или по состоянию здоровья. Необходимое количество голосов в парламенте не было набрано 72,8% вместо 75%. Временное правительство. Февраль 2014 года. Западные СМИ сообщали, что украинское временное правительство соответствует демократическим нормам. Однако не говорилось о том, что правительство Пучистов сразу же после захвата власти насильно заставило директора государственного телеканала подписать свою отставку и выдворило его из офиса. Это цензура прессы. Голосование о принадлежности Крыма. 16 марта 2014 года. Западные СМИ говорили о том, что Генеральная Ассамблея ООН объявила референдум недействительным, так как, несмотря на 97% голосов за присоединение к России, он противоречит международному праву. Но они не сообщили о том, что референдум, по словам эксперта по международным правам Райнхарда Меркель, не противоречил международному праву. То, что еще в Косово считалось основным демократическим правом, и было всемирно признано, в случае с Крымом было оглашено западными СМИ, как русская агрессия, хотя Россия лишь признала желание крымчан и не нарушила никакого права. Пожар в Одесском доме профсоюзов. 2 мая 2014 года. Западные средства массовой информации сообщали о том, что при столкновениях между проукраинскими и пророссийскими демонстрантами при пожаре в Доме профсоюзов погибли около 46 противников правительства. Но они не сообщили, что фото и видеоматериалы неопровержимо доказывают, что более ста пророссийских демонстрантов и простых граждан погибли не вследствие пожара, а были прежде зверски убиты активистами преступного киевского правительства Пучистов. Пожар произошёл после этой кровавой расправы, чтобы замести следы бойни. Смотрите на эту тему фильм «Одесса. Западные СМИ защищают зачинщиков массового убийства от 17 мая этого года на канале Клаа Ти Ви». Президентские выборы Порошенко. Западные СМИ сообщали, что выборы были легитимными и самыми свободными и честными выборами всех времён. Однако СМИ сообщили о том, что кандидатов, которые представляли русскоговорящую часть населения Украины, запугивали, избивали, угрожали их жизни, а их дома поджигали. Газовый конфликт между Россией и Украиной. Западные СМИ сообщали, что Россия намеренно сорвала переговоры по газу с Украиной. Однако СМИ не сообщили, что по поставкам газа за последние два года задолженность Украины перед Россией составила 3,3 миллиарда евро. Россия даже предложила Украине щедрую скидку в 100 долларов за тысячу кубических метров. Но и при этих условиях украинское правительство не было готово заплатить долги. Больше вы узнаете об этом в передаче от 15 июля этого года на канале КЛАТЭВИ. Антитеррористические операции, начиная с марта 2014 года. Об антирористических операциях в Западном СМИ сообщалось, что украинское правительство проводит военные операции в защиту населения от так называемых пророссийских террористов. Однако умалчивалось о том, что украинское путчистское правительство использовало запрещенные нормами международного права кассетные снаряды и даже фосфорные бомбы, которые, вероятно, поступили из американского арсенала. Многочисленные жители были прямо-таки разорваны на части от взрывов, произведенных украинской армией. Драма с беженцами на Украине, начиная с марта 2014 года. Западные СМИ сообщали, что никакой проблемы с беженцами не существует и что люди бегут от пророссийских сепаратистов в западную Украину. Однако они не сообщили, что тысячи людей на востоке Украины бежали в Россию от воздушных ударов, производимых по команде путчистского правительства, и что вследствие этого возникла огромная проблема с беженцами, а также нехватка продовольствия. Демонстрация в Донецке, 20 мая 2014 года. СМИ на Западе сообщали, что 20 мая десятка тысяч людей, откликнувшись на призыв олигарха Ахметова, последовали за ним на демонстрацию против пророссийских сепаратистов. Однако СМИ сообщили о том, что на стадионе Донецка собралось только лишь около 300 человек. Это видеокадры однозначно доказывают. Таким образом, первый телеканал ARD Германии в обзоре дня сообщил ложную информацию. «Падение сбитого вертолёта, 29 мая 2014 года». Западными СМИ сообщалось, что пророссийские сепаратисты сбили правительственный вертолёт в Славянске. Однако они не сообщили о том, что первый телеканал Германии ARD в обзоре дня показал подложные фотодокументы со странным комментарием. Это должны быть снимки. Однако доказано, что они были сняты в Сирии. Впоследствии телеканал извинился лишь только на своей странице в интернете. вместо того, чтобы это сделать на ТВ. Смерть русских журналистов. Июнь 2014 года. Западными СМИ сообщали, что русские журналисты погибли в схватке. Но умалчивалось о том, что многие русские журналисты были умышленно убиты выстрелами верных правительству снайперов. Договор об ассоциации с ЕС. Июнь 2014 года. СМИ на Западе сообщали, что главной целью этого договора является быстрое проведение реформ. Однако они не сообщили о том, что экономика Украины будет сильно ослаблена, потому что Порошенко подписал договор об ассоциации. Нападение на посольство России в Киеве 14 июня 2014 года. Западные СМИ сообщили, что протест возле российского посольства в ответ на сбитый военный самолет «Оправдан». Однако не было ни слова сказано о том, что посольство России в Киеве в течение нескольких дней было жестоко атаковано активистами Майдана, что бросали бутылки с зажигательной смесью, разбивали окна, громили автомобили дипломатов, что милиция безучастно наблюдала за происходящим и министр иностранных дел Украины Дещица нецензурно высказывался в адрес Путина. Мирный план Порошенко, 14 июня. Западные СМИ сообщили, что Порошенко объявил режим прекращения огня на неделю. Однако они не сказали о том, что в этом якобы мирном плане речь шла лишь об ультиматуме. Кто не сложит своё оружие, будет уничтожен. Кроме того, никаких мирных переговоров не было. Фильтрационный лагерь начиная с июля 2014 года. СМИ на Западе сообщали, что никаких фильтрационных лагерей не существует. СМИ не сообщали о том, что в Восточной Украине два фильтрационно-миграционных центра находятся в стадии строительства, в которых должны отфильтровать так называемых сепаратистов и осуждать их на тюремные заключения. В заключении этого очень интересного сопоставления, дорогие зрители, цитата Дэвида Рокфеллера, почётного председателя Совета по международным отношениям. Пожалуйста, имейте в виду, что Совет по международным отношениям является американским мозговым центром с фокусом на глобальные внешнеполитические вопросы. Мы благодарны The Washington Post, The New York Times, журналу Time и другим выдающимся изданиям, руководители которых почти 40 лет посещали наши встречи и соблюдали их конфиденциальность. Мы были бы не в состоянии разработать наш план мироустройства, если бы все эти годы на нас были обращены огни прожекторов. Через независимые СМИ, такие как, например, «Голос за и против» или «Кляги Мауэр Ти Ви» будет пролить свет для мировой общественности на закулисных правителей, искажающих информацию в СМИ. Каждый раз, когда вы берёте на вооружение и распространяете эти альтернативные СМИ, вы также способствуете тому, чтобы ложь средств массовой информации и подстрекательства к войне больше не были скрыты от народа. До свидания.